Добрый день, друзья мои! Здравствуйте, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в уроке следующая. Мы знаем, что по акупунктурным точкам можно провести диагностику 12 миллиардеров. Но также есть акупунктурные точки в акупунктуре, которые можно также продиагностировать, и их диагностика, либо выводы состояния данной точки, символизируют о тех или иных заболеваниях. Как это проводится? Проводится это пальпация. То есть, если пальпировать ту или иную часть области акупунктурной точки, в данном случае точку P1 джунг-фу, если есть легкое болезненное покалывание в данной точке, и тот, кто проводит эту диагностику, должен знать и понимать, чем он занимается и что он делает, то с помощью пальпирования данной точки хороший специалист тонкой энергии, чем занимается своим делом, может продиагностировать депрессию человека. Склонен ли человек к депрессии или нет? И в этом поможет точка P1 джунг-фу. Конечно, многие скажут, да зачем пальпировать акупунктурную точку, когда очень множество симптомов, либо состояния человека, которые сразу же говорят о том, что предрасположен человек к депрессии или нет. Но давайте мы скажем, что грубый уровень физический – это одно, а вот тонкий уровень – это совершенно другое. Потому все болезни, мы знаем, согласно восточной медицине, зарождаются на тонком энергетическом уровне. А легче болезнь, что предупредить, чем ее лечить. Потому, уважаемый зритель, если вы можете пропальпировать сами акупунктурные точки, которые расположены на передней части нашего тела, на передней, не на задней, на передней, и выявите некоторые точки болезненные, обратите на них внимание. Они сразу же могут вам, что давать подсказку, что та или иная точка, отвечающая за тот или иной, скажем так, меридиан, он также на тонком уровне воздействует на наши психологические проблемы, нервные болезни и психика. Психика – это расстройство развития. Человек перестает развиваться, останавливаться. Ну, давайте, скажем, традиционно коснемся депрессии. Что такое депрессия? Это снижение, прежде всего, настроения. Вот человек колеблется настроением, помните, он подвержен депрессии. Человек не может концентрировать внимание свое на том или ином деле, либо чем занимается. Он тоже что? Может быть, слоен депрессии. У него не получается, он сразу расстраивается. Очень многим своим клиентам, пациентам, я всегда говорю, почему у вас должно получаться? Если вы знакомитесь, ничего страшного, идите вперед. А некоторые люди сразу же что? Впадают что? В отчаяние. Вот у меня не получилось. Почему у вас должно получиться? Идите смело и все. Часто у человека что? Нет аппетита. Это первый признак, когда у человека нет аппетита, это первый признак, что человек склонен к этому постоянному колебанию настроения. Человек четко должен хорошо кушать. Брали на работу всех тех, кто всегда хорошо кушал. Особенно много. Часто у человека что? Возникает бессонница. Бессусон мы уже говорили, не будем повторяться. Ну и традиционно депрессия развивается у тех людей, которые что? Не хотят ничего делать. Это люди нетворческие. У них нет ремесла. Потому на первом месте, уважаемые зрители, чтобы вас не касалась никогда депрессия, что? Заведите себе хорошее ремесло. По любви. И будьте творческой личностью. И данная точка поединит джунфу вам в помощь. Точка, которая может, можно пальпаться данной точки, продиагностировать депрессию. Если точка болезненная, есть покалывание, очень сильная, скажем так, нервозность при пальпации данной точки, обратите внимание, данную точку нужно что? Приоткрывать. Приоткрывать. Как? Частенько ее тонизировать. Но помните, уважаемые зрители, что на данную точку вы не имеете права воздействовать каждый день. Вы имеете право чередовать правую и левую точку через день. Это уже правильно. А каждый день воздействовать только на правую, но только на левую, вы не имеете права. Поэтому тонизация, либо открытие точки происходит постепенно. Не думайте, что вы занимаетесь с ней месяц, точка открылась, нет, помните что легкие здесь подсказка вам активны в какое весеннее время, потому что данную точку можно отнести к весеннему периоду для активизации а именно весенняя хондра начинается у человека после витаминоза после зимы поэтому вот вам и подсказка, спасибо за внимание